такие неплохие покупки у нас по ленте происходят по usd tom опять же пока место для такой хорошей сделки я не вижу но можно поумничать и сказать что вот смотрите место есть на пятиминутке ретест зоны верхней проторговки будет выше наводной 75-33 даже может поставить пару лимиток смотреть что из этого получится ну вот . когда сработало первым лимитом установлен в плюсе теперь наша цель постоять и постараться вытянут позицию как можно больше ориентируясь на ленту сделок на принты и на группу повыдарей ртс у нас просто заколохся за вкусом корректируется вниз скину я наверное часть объема здесь возможно будет обновление потому что повыдали развернулись хотя инициатива опять же по-прежнему шартовая пока смотрим у нас нет столько денег чтобы усредняться это вот базовая ошибка всех трейдеров дело не в деньгах дело в системе и работе частями все думают что у него просто многие потому что может позволить никогда не хватит денег для того чтобы усредняться тупо ни у одного трейдера но тем не менее вздумайтесь что мой путь в трейдинге был даже как у вас с копеек с 5000 рублей и принцип не усреднение а работа частями я придерживался всегда то есть если я смог а я не самый умный человек на свете да скажем так и наверное в той части которая совсем не умные то и вы тоже сможете хотя бы попытка локальное обновление высшего максимума принципе мы еще находимся в шартовом движении страж с обновим уровнем 75-200 наверное я уже просто стоплюсь удалил чуть-чуть объема на попытку выхода вниз потому что нефтянка вроде поджимается наверх ртс заколол уровень 147 500 то есть теоретически может я конечно поспешил но может быть сейчас будет еще небольшой импульс в шарты так ну смотри поджимаемся наверх попытка возможно будет сейчас выйти наверх переход часа на проедание может трошки зайдет нету ситуации для сделок нормально что выжимать из рынка я не буду сейчас на со стороны попробуем взять движение в сторону максимума если сейчас эти объемушки будут проедать но опять же без объема без всего ну давай на переходе сможем мы выйти пунктов 100 хотя бы закрыть ртс смотрите можно пробить лаи аккуратно может быть группа лушка где . давай полетели жалко что без объема ведь это с вами пока тут ругался матерился проспал хорошую сделку давай еще ртс пошел осталось и даже чухой тут сможем дожать его блин шестерка против рынка 1 видите на тоде объем повышенный вышел готовимся к коррекции возможно даже к развороту вопросов много время одиннадцать часов сейчас еще на 5 минут поторгую потом побегу к своим ученикам видите вышел повышенный объем коррекции уже на 70 пунктов сверху я пока одну часть оставил посмотрим может быть что будет перехай но отказ может быть довольно глубокий потому что видите вышел такой у нас неплохой объемчик кроме отметки high алоэ на графике ничего не нужно согласен обоих обоих в в Продолжение следует... 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 Но на самом деле вы зря. Я стою к пробою настолько редко, насколько это позволяет статистика. Вы все знаете, что 20% времени это пробои, а 80% времени это боковики. То есть не я, а статистика общепризнанная такова. Поэтому мои сделки в пробой, они настолько же частые, сколько пробои бывают. Вот. Посмотрите, у меня в ВК первое видео лежит, пробой Лоя, написано контракт 200 пунктов. Я торгую пробои и торгую, скажем, не хуже некоторых, а зачастую и гораздо лучше некоторых. Но эти пробои крайне редкие, а отскоки частые. В общем, какой-никакой, а мелкий профит есть, на обед хватит.